друзья привет сегодня опять я в ожидании почему уж очень сильно рынок вырос рынок и отдельные компании и по некоторым компаниям прямо вот напрашивается коррекция конечно некоторые растут вполне обоснованно как мазбит же как самолет допустим как сбер да ну коза в общем который есть в портфеле у меня а многие растут сопережающий динамик и сейчас большая вероятность того что некоторые молодые инвесторы попадут так называемую бычу ловушку то есть в ожидании и опасениях упустить этот рост дальнейший до в ожиданиях это дальнейшего роста бурного люди некоторые могут зайти на всю котлету да и получить там ну возьмите да посмотрите ради интереса графики там переместите график уже переключите на месячный посмотрите как все это происходит то есть люди в принципе те кто набирали 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 там двадцатом году они и те кто не работает со своим портфелем а во принципу типа купи и держи они же сих пор минусе кто работает с портфелем то конечно уже давно давно в плюсе но если нормально грамотно работать вот допустим как по стратегии активного инвестирования хоть рынок и не и не отрос как своим уровнем до допустим там к уровнем двадцать первого года да все равно плюсе даже вот с этого по и по этому периоду несмотря на то что рынок не восстановился почему потому что работы работает человек с портфелем но я не про всех говоря у кого есть стратегия четко вот у меня есть стратегия четко и она предполагает как рост таки падения и если ваша стратегия работа только на росте у вас нет стратегии поймите вы посмотрите вы просто на графике понять все это в истории происходит вот но что касается моего портфеля меня в принципе ну достаточно достаточно кэша на коррекцию достаточно акции на на рост то есть не продаю я по той причине что и так кэша полно и так и если ты переборщишь там с продажами да а рынок дальше пойдет вверх ты рискуешь как бы сильно от него отстать поэтому тут нужно грамотно лавировать где-то покупают где-то продавать где-то фиксировать разные компании естественно чтобы быть готовым как рост на падение давайте к вашему вопросу ну много вопросов про мтс чё с мтс чё с мтс ну пока не растет мтс суть в чем вот из там 100 покупок до 90 растут на коротком периоде там еще там 7 процентов на среднесрочном или в там даже 8 процентов на среднесрочном периоде едва приходится там добирать потому что на долгосрочном периоде они могут не вернуться к этой цене если ты грамотно все рассчитываешь поэтому по позициям должен быть четкий риск менеджмент потому что ты не знаешь где эти самые два процента или 10 если средний срок смотришь или 20 если у тебя там или 30 если у тебя не очень там хорошо с точками входа поэтому не стоит надеяться на одну компанию любая компания может так вот тормозить как мтс ну в принципе ничего странного в мтс нет мтс это такая дивидендная дивидендная крепко дивидендная компания которая фундаментальная в портфель должны быть и фундаментально крепкие компании обеспечивающие дивидендные поступления и компании роста как такие как двмп селик дартам камаз позитив и так далее компания роста они гуляют до сюда на дивидендные могут тормозить там но приносить хорошие дивиденды за счет и этого ну хотя мтс и растет тоже хорошо то что он там не отрастает какое-то количество времени небольшое ну и что если бы он не был бы интересен в долгу и фундаментально не был бы крепкими бы вообще не брал я же его взял следующий вопрос антон как ты относишься к хеджированию портфеля продажи фьючерса это вредно сергей спрашивает серега смотри любые ну многие инструменты в том числе и этот который ты описал они имеют право на существование но они должны быть гармонично вписаны в твою стратегию то есть стратегия инвестирования это это то где расписано все до мелочей когда что покупать и так далее если допустим я возьму и хеджирование портфеля продажи фьючерсов пишу в свою стратегию это как эффект бабочки сложит остальные все остальные все аспекты потому что это запустит эту ситуацию эту ситуацию эту ситуацию там отберет допустим не кэш или там наоборот больше сделать кэша и где-то там на многие ситуации повлияет поэтому нельзя в рабочую четко расписанную стратегию брать и что-то вот так вот запускать потому что ну как это теория игр при смене стратегии либо смешиванию в одном-двух стратегий падает доходность кэджирование портфеля можно можно куда-нибудь присунуть но это будет другая уже стратегия понимаешь меня я не использую в этой стратегии но я кстати продаю фьючерсы на на другом портфеле все должно быть грамотно собрано если что-то работает здесь что-то работает здесь далеко не факт что ты это впустишь в рабочую формулу да и она увеличит доходность нет она наоборот снизит доходность как правило с большой долей вероятности потому что сразу как домино посыпется все остальные аспекты вот домик который выстроим следующий вопрос добрый день антон что вы думаете про акции сургут нефтегаз и если у него еще потенциал серега спрашивает у них такой серега вот смотрите сургут нефтегаз я исключил из долгосрочного портфеля но оставил в допах то есть в краткосрочном спекуляциях кстати недавно продавали вчера продавали немножко сделали 5 процентов на небольшом периоде вот продали вот но почему с долгосрока я его исключил потому что сейчас непонятка у них с долларами с долларовой кубышкой по то что вышел отчет и она типа на месте это ничего не решает доступ к этой кубышки какой доступ к этим долларам есть у нее нет или он не осложнен определенными факторами связи с геополитической ситуации вот в чем вопрос и эта ситуация мне не позволяет держать спокойно компанию в портфеле а в долгосрочном портфеле должны быть компании в котором вы прям вообще уверены прям очень серьезно без всяких таких черных лебедей возможных а так погонять до сюда можно следующий вопрос как вы определять потенциал роста компании очень просто если есть у компании потенциал роста бизнеса но вы наверное имеете ввиду потенциал роста акций компании если есть потенциал роста самой компании значит есть и потенциал роста акций компаний при том что динамик акций компании отстает от динамики моделируемой динамики роста бизнеса компании ну допустим двмп да вот он сейчас догоняет Догоняет, догоняет, догоняет Почему? Я DWMP давно уже включил В свой ER Это типа как Есть индекс Мосбиржи, есть инвестиционный рейтинг И там такие компании, которых нет В Мосбирже Многие Многие, которые есть, многие, которых нет И я заметил, что я бываю включаю А потом эту компанию в Мосбирже включают Но почему я давным-давно Уже инвестирую в DWMP Потому что динамика Роста акций DWMP Отставала от моделируемой динамики Роста бизнеса Что значит моделируемая динамика? Это вероятность Роста бизнеса Как считать вероятность роста бизнеса? Ну, например, DWMP я вам расскажу При перенаправлении Логистических Потоков С запада на восток Возросла роль Именно Дальневосточных портов Раз Два Два Мы видим Что DWMP Открывает новые интермодальные перевозки Уже и По стране И на запад И с запада Допустим В Татарстан Туда-сюда В Татарстан Азия Татарстан Татарстан Азия Через DWMP Через Дальний восток Мы видим Что коридор Север-Юг Перспективный Проект Логистический И смотрим Что DWMP И туда Пытается залезть Мы смотрим То, что Парк Контейнерный Увеличивается Увеличивается Флот Увеличивается Оборот Но мы Не видим Допустим Что динамика Акция растет С такой же скоростью И мы понимаем Что возник Потенциал Роста Акции Все Ну это вам Просто как пример Следующий вопрос Что лимит заявок На байбэк Закончен По полюсу Это очень плохо Почему это очень плохо Ничего Не вижу Ничего плохого Наоборот В долгосрочной Перспективе Что Компания Выкупила свои акции Это очень хорошо Что плохого Ну выкупили Выкупили Байбэк Это хорошо Как правило Следующий вопрос Вопрос Антону Как думаете Когда лучше Зайти в позитив Судя по всему Должен хорошо Выстрелить Запрет Использования Странного ПО Переход начнет Ну предполагает Игорь Что переход Начнется в 2024 Компания Зачитительно Увеличила персонал С другой стороны Мультипликаторы Показывают Что компания Переоценена Вот по мультипликаторам Кстати Очень правильно Ты заметил У нее Из моих компаний В которые я инвестирую ПНС Наверное Самый большой ПНС Это соотношение Кто не знает Капитализация Компании К общей выручке То есть капитализация Уже большая По отношению К ее выручке Но Суть в том Что выручка Растет Тоже Бешенными темпами Но хотя Уже Акции Отображают Этот рост То есть Я не вижу Прямо Ну Я вижу Что Потенциал Роста Самой Компании Значительный Это факт Но Акции Позитива Ну Летят Вслед за этой Динамикой То есть Ну Я уже на ней Очень хорошо Заработал Как вы знаете На позитиве И Несколько раз В нее заходил Выходил Заходил Выходил Заходил Выходил И там Комментарии писали Когда я там Брал Вот он на максимуме Я беру Ой Что ты на хаях Берешь Ой Позитив Скоро Приведется В негатив Ну Продолжал 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 Зарабатывать На ней Потому что Ну Потенциал Был Но Сейчас Как видите Я некоторое Время Ее пока Не покупаю Но С равно За ней Слежу Так Следующий Вопрос Дмитрий Спрашивает Добрый Добрый Вечер БСП Полетел В космос Селегдар Уже В космосе ДВМП Тоже Как-то Жутко Становится С какой Скоростью Все это Будет Падать А главное Когда Не проспать Б Бесполезно Бесполезно Гадать Когда Поймите Но Я вот В сегодняшнем Посте Написал В телеграме Кто Мне на Ютубе Смотрит Ссылка На Телеграм В описании Внизу Что Общий Тренд Общая Ситуация На рынках Она Очень Легко Меняется С заявлением Одного Единственного Политика Вот Выйдет Завтра Кто-нибудь Из Сильных Мира Сего И скажет Что-то Такое Что Акции Могут Взлететь Вверх И Взлететь Вниз Как бы Вы там Себе Черточки Не чертили Одна Фраза Может Обрушить Рынки Понимаете И Как бы Вы там Не рассчитали Какой потенциал У роста Среднесрочной Перспективы Да В долгую Обрушит Потом Восстановится Поэтому Кстати Я беру Только Те Компании Которые В долгую Интересны Я могу Продать И через Два Дня Но Если Вдруг Рынки Обрушатся Я знаю Что Долго Я могу В ней Сидеть Спокойно Понимаете Вот И Вы Не Знаете Что Там По Расписанию Этих Политиков И Что Они Завтра Скажут Но Нет У вас Такой Информации Поэтому Вы должны Быть Готовы Как К росту Так К падению Почему У меня Допустим Вот ДВМП Селегдар КамАЗ Почему Я Так Хорошо Зарабатываю На этих Компаниях Вы видите Самолетом Я прям Хороший Кускетку Если Я Допустим На Газпроме На Сбербанке На Каком Нибудь МТС Системе Я 5-7 Процентов Откусил За Какой-то Период Времени И мне Нормально А По КамАЗу Я По 15-20 По 10 На Коротком Периоде По Селегдару Делаю Большие Проценты И Возникает Вопрос А почему Я Туда Их Не Куплю Больше Чем Допустим Таких Крупных Компаний Да Очень Просто Когда Рынок Летит Вниз Они Летят Вниз Такой Же Скорость Как Росли Понимаете Можно Очень Сильно Наколоться Поэтому Риск Менеджмент По Позиции Очень Важен И Он В том Числе Зависит От Устойчивости Компаний В том Числе Ладно Друзья Мои Задавайте Вопросы Получайте Ответ Рад На них Ответ Всем Пока Продолжение следует